Всем привет! Фирма Blitzwolf выпускает много интересной и качественной продукции и всегда их товары хорошо сделаны и прекрасно работают. Почти всегда. Сейчас я покажу вам несколько новых устройств от Blitzwolf и от Basios, которые возможно вас заинтересуют, но один гаджет из видео меня разочаровал, но об этом вы узнаете уже чуть позже. Это у нас смарт лампочка от Blitzwolf. Она имеет некоторые отличия от обычных RGB ламп. Ее можно подключить в систему умный дом. Главной особенностью этой модели является то, что через удаленный доступ посредством Wi-Fi 2.4 ГГц или голосового управления вы сможете регулировать не только яркость освещения в диапазоне от 2700 до 6500 кельвинов, но и цвет свечения. Поддержка голосового управления только в Amazon Echo или в Google Home. Благодаря таким особенностям вы сможете придать помещению романтичности и таинственности, уюта и комфорта, что по достоинству оценят все домочадцы. Еще одним плюсом этой умной светодиодной лампы является энергосберегающий режим, благодаря чему значительно снизится расход потребляемой электроэнергии. Также стоит отметить, что гаджет позволяет качественно освещать помещение на протяжении всего срока эксплуатации, при этом лампа способна проработать до 30 тысяч часов. Мощностью в 9 Вт обеспечит угол рассеивания света в 360 градусов, а яркость светового потока составляет 850 люмен. Для управления лампой у нас доступен телефон, либо пульт, который идет в комплекте. Все очень просто, мне на самом деле управление пультом очень понравилось, ну и мне так кажется легче. Вот у нас включается лампочка, мы пультом можем поставить режим ночной, можем сразу же поставить на 100% сечение. Вот можем убавить цветовую температуру, как мы видим. То есть управление мне очень нравится, что оно сделано и через пульт, потому что если вы не хотите заморачиваться управлением через телефон, пульт взяли и себе. И также можно управлять телефоном, управлять лампой через смартфон. Для этого нам нужно приложение BlitzWolf, мы заходим в это приложение. Перед этим мы включаем наш Wi-Fi. Лампа работает на диапазоне 2,4 ГГц. Как у меня видно, у меня есть Wi-Fi 5G, а есть обычный Free, это у нас 2,4 ГГц частота. Вот мы ее включили, додаем, ищем нашу лампу, сканируем. И сейчас у нас телефон отсканирует лампочку, сейчас все будет видно. Вот я поставил белую футболку для того, чтобы лучше было видно цвета, потому что у нас стол красный. Вот мы видим, что телефон нашел нашу лампу. Вот мы ее нажимаем, нажимаем далее. Устройство успешно присоединено. И вот наше управление лампой осуществляется через телефон. Вот мы ее выключили, вот мы ее включили. Вот мы настраиваем мощность лампы на 30%, на 50%, как хотите. Вот у нас цветовая температура лампы меняется, от холодной к теплому. Потом у нас вот палитра цветов, также можно выбирать, который вы хотите. Выключили. Вот, можно двигать все цвета, которые вас интересуют, которые вы хотите установить на лампе. Все очень просто, легко. Вот сделаем вот так, чтобы вам было лучше видно. Вот, у нас сейчас зеленый цвет, допустим. Вот теперь синий цвет, вот теперь красный цвет, вот такой цвет. То есть, все очень просто и легко. Вот у нас есть вот такие предустановки различные. Видите, оно мигает, мерцает. То есть, управление на самом деле лампы меня удовлетворяет, и оно очень простое. Пульт, можете пультом управлять, можете через телефон. У меня уже была лампа от Xiaomi, и там, честно говоря, подключение немножко дольше происходит. Ну, хотя управление тоже простое, но именно само подключение и настройка лампы происходит дольше. В общем, если у вас есть умный дом от Blitzvul, или вы просто хотите себе лампу, RGB-лампу, тогда можете, в принципе, покупать. Могу советовать. Пульт это вообще must-have. Было бы идеально, если ко всем бы лампам и шел такой пульт. Так что, рекомендую. Не стандартное зарядное устройство, а не стандартное оно тем, что у него есть вход на 18 Вт Type-C. Заявляется, что зарядка очень быстро зарядит ваше устройство, так как средняя скорость заряда 18 Вт. Но это, конечно, если ваше устройство, которое вы заряжаете, поддерживает быструю зарядку 18 Вт. Вы также можете заряжать ноутбуки с поддержкой PD-зарядки через разъем Type-C, а это очень круто и полезно. Как всегда, все сделано на высоком уровне, так что перейдем к тесту и посмотрим, на что способны это зарядное устройство. Очень полезное, интересное и, главное, компактное зарядное устройство от BlitzWolf. Итак, смотрите, мы имеем два порта. Один это у нас USB Type-C с технологией PD. Это я вам уже говорил, или потом скажу, технология, позволяющая заряжать ваши ноутбуки. То есть, с помощью этого маленького зарядного устройства вы можете заряжать свои ноутбуки, если у вас ноутбук заряжается через microUSB. Итак, порт USB с Quick Charge 3.0. Все очень просто, все легко, зарядка прикольная и мощная. Но давайте проверять ее мощность на деле. Итак, смотрим, у нас заявлено, что выдает Quick Charge 3.0 быстрая зарядка 5 Вольт 3 А. Смотрим. Вот у нас 5 Вольт. Даем нагрузку и смотрим, будет у нас 3 А или не будет. Но будет, все у нас будет, я уже проверял минимальный. Вот, 5,16 Вольт 3 А, пожалуйста. То есть, в принципе, нагрузка здесь соблюдена и действительно. У нас дал уже просадку по вольтажу. Ну вот. 5,16 Вольта 3 А. Итак, переключаем на Quick Charge 3.0. 9 Вольт по заявлениям. 9 Вольт у нас должно быть 2 А на отдачу. Но по факту смотрим, сколько у нас будет. Вот, 9 Вольт, 2 А на отдачу. Но я вам скажу больше. У нас будет больше на отдачу по амперажу. И вольтаж сильно проседать вообще не будет. Смотрите. 9 Вольт, 2,7 А. Смотрите дальше. В общем, я еще поигрался и пришел к тому, что при 9 Вольтах выдает 2,8 А. Вот. То есть, должно быть 9 Вольт, 2 А, по факту 9 Вольт, 2,8 А. Также очень хороший показатель. Ну и давайте посмотрим при 12 Вольтах. Ну, то есть, 1,9, 1,8. Это я беру как 12, ребят. У нас должно быть по факту, ну, по заявлению 1,5 А, а по факту у нас 2 А. То есть, также это очень хорошие показатели. Очень-очень хорошие показатели для зарядки. У нас по порту от MOPD у нас еще там больше, ну, примерно такой же заряд. Да, вот я смотрю, примерно такой же заряд. Так что, ребят, если вам, вас интересуют подобные зарядные устройства, можете покупать. Это годные, вы все сами только что видели, ампераж действителен и все хорошо, качественно сделано. Могу рекомендовать. Один из самых необычных пауэрбанков, который был у меня от фирмы Basios. На вид самый обычный пауэрбанк, но в нем есть технология беспроводной зарядки 10 Ватт и проводной до 18 Ватт. А еще зарядка позволяет заряжать ноутбуки с поддержкой PD-зарядки. То есть, аккумулятор вашего ноутбука, если ноут заряжается посредством Type-C, можно будет зарядить от этого пауэрбанка. Это уже новые технологии в техностроении. Жаль, что у меня нет такого ноутбука. Было бы очень круто. Запаса энергии в 10 000 мАч вполне хватит, чтобы полноценно реанимировать сразу три гаджета. Зарядные устройства поддерживают функцию быстрая зарядка Quick Charge 3.0 и Power Delivery, благодаря которым процесс восстановления заряда ваших аксессуаров ускоряется в несколько раз. Для удобства пользования пауэрбанк с беспроводной зарядкой имеет выдвижную подставку, которой удобно пользоваться для просмотра фильмов во время зарядки телефона. С одной стороны на корпусе размещены LED-индикаторы, с помощью которых легко проконтролировать оставшийся уровень заряда. Для безопасного использования устройства в нем есть защита от перенапряжения. Это у нас очень любопытный и мощный пауэрбанк от Baseus или Bose. Точно не знаю, как выговаривать. Итак, пауэрбанк, как я вам уже сказал, имеет 10 Вт на зарядку беспроводным путем, 18 Вт на проводным путем и у него это 2 в 1 считается. Но я бы сказал, что у пауэрбанки есть 3 в 1. Сейчас поймете почему. Смотрите, 18 Вт и есть технология PD. То есть через данный пауэрбанк, через Type-C вы можете заряжать свои ноутбуки, если у вас ноутбук заряжается от Type-C. Технологию беспроводной зарядки 10 Вт я проверить не смогу, но просто технологию беспроводной зарядки смогу проверить. Итак, смотрим. Вот у нас я подкрепил такой модуль специальный для беспроводной зарядки. Вот мы нажимаем наш телефон, ставим. Вот пошла у меня зарядка. Вы можете наблюдать. Вот я снимаю, зарядка пропадает. С ним ставлю обратно, зарядка пошла. То есть беспроводная зарядка действительно работает. Ну с помощью вот такой вот штучки, которую можно проверить. Можно вот так, я думаю, поставить, да? Вот так будет работать. Вот так будет работать. Смотрите, какая есть еще прикольная штука. У нас есть в пауэрбанке вот такой вот язычок. С помощью него вы можете поставить свой смартфон, который у вас будет вот так вот стоять. И вы будете без проблем смотреть свой ютубчик любимый. Вот такой язычок. И без проблем уложите. Такую фичу я вижу впервые, и это мне очень нравится. Вот. Ну, на самом деле пауэрбанк очень годный. Мне реально он нравится. И к покупке, если вы хотите пауэрбанк, я могу рекомендовать. Но давайте проверим все-таки его значение, что он выдает у нас. Итак, смотрим. Изначально мы будем проверять, будем повышать вольтаж 5, 9 и 12 вольт. У нас по заявлению через USB-порт должно быть 5 вольт, 2,4 ампера. Итак, смотрим. У нас есть 5 вольт. И смотрим, 2,4 ампера он будет выдавать. Так, у нас почему-то уже включилось 12 вольт. Ну ладно, давайте посмотрим 12 вольт, потом уже переключимся. 12 вольт у нас должно выдавать 1,5 ампера максимально. Вот, мы видим 11 вольт, 1,8. Так, смотрим. 12 вольт, 1,5 ампера. Это у нас максимально. Но мы еще повысим сейчас нагрузку и посмотрим. Он, по-моему, должен немножко больше выдавать даже, чем по заявлениям. То есть, пауэрбанк реально мощнее. Смотрим. Ну, то есть, в принципе, 12 вольт, 1,5 ампера он держит идеально даже немножко больше. Хорошо. По показателям у нас 9 вольт, 2 ампера. Итак, смотрим. 9 вольт есть. Даем нагрузку до 2 ампер. Вот, то есть, смотрите. 9 вольт. Сейчас даем максимальную нагрузку и узнаем, какая максимальная нагрузка. Вот, смотрите. 9 вольт, 2,3 ампера даже. 9 вольт, 2,4 ампера. Ну, то есть, нам говорят, что 9 вольт, 2 ампера. А по факту мы видим, что нагрузку он их дает даже больше. 5 вольт у нас должно быть 2,4 ампера. Ну, как вы понимаете, он справится. Это 5 вольт. Вот, 5 вольт, 2,4 ампера у нас уже есть. И, значит, посмотрим, какой у него максимальный предел на 5 вольтах. Вот, видим 5 вольт, 2,6 ампера. 5 вольт, 2,7 ампера. 5 вольт, 3 ампера. Сейчас будет это 100%. Вот, смотрите. 5 вольт, 3 ампера выдает. 5 вольт, 3,5 ампера. Ну, вот уже пошла небольшая просадка. Даже 5 вольт, не 3, а 5 вольт, 3,5 ампера он выдает. То есть, как вы понимаете, данный пауэрбанк все свои нагрузки он выдерживает. Вольтаж он отдает обалденно через USB. Сам пауэрбанк у нас на 10 тысяч миллиампер часов. Но через тестер я его разрядил. И зарядил, опять же. И мы видим, что влилось в него за 4 часа. То есть, сейчас он уже не заряжается, он полный. 8374. Ну, это распространенная тема в пауэрбанках, что они идут на 10 тысяч миллиампер часов, а вливаются у них там на тысячу, на полторы меньше. Это стандартная тема. Вливалась энергия у нас с 5 вольт, где-то 3 ампера, где-то так. Если я даже не ошибаюсь, могу ошибаться, что изначально вливалась энергия в 9 с частотой, то есть с мощностью 9 вольт, 2 ампера. А потом уже, когда большая степень зарядки прошла, то есть пауэрбанк уже намного зарядился, то уже вольтаж и ампераж просел. То есть, вот такой вот будете иметь в виду. Но пауэрбанк очень классный. Мне реально он понравился. Очень рекомендую к покупке. Сейчас к вашему вниманию представляю вам часы от Blitzwolf. Интересные спортивные смарт-вотч. Они работают как с телефоном, так и без телефона. Вот можно заметить на циферблате у них время, день, месяц. Также килокалории, пройденный километраж, шаги и BPM, то есть частоты удара сердца. Часики очень интересные. Они хорошо выглядят на руке. У них приятный хороший ремешок. Вот мы подключаемся к ним через телефон. Они подключаются посредством Bluetooth. И вот мы видим у нас заряд часов. Сейчас пошло подключение. Как мы видим 12% заряда часов. Есть у нас сменный циферблат. Можно увидеть, как они меняют циферблат. У нас есть их три на выбор. Меня устраивает первый. Также у нас есть оповещение. То есть, когда вам звонят на телефон, у вас часы вибрируют. И тем самым оповещают вам, что вам звонят. У нас есть съемка. Мы можем управлять съемкой через часы. Также у нас есть обновления, языки. Много настроек. Много настроек для спортсменов. Для тех, кто ведет активный образ жизни. Можно измерить шаг, сон, пульс, BPM. То есть, удары сердца. Уровень кислорода я не измерял особо. Потому что, мне кажется, что это не имеет смысла. Но особо, честно говоря, вам рассказывать про эти часики я не буду. Потому что к покупке я их пока что не могу рекомендовать. Они очень глючные. Они у меня очень-очень глючат. Они включают программы, которые они хотят. То есть, корректно они у меня не работают. Бывает такое, что я ночью просыпаюсь, из-за того, я часы вот так кладу. Из-за того, что у них зеленый луч мерцает по всей квартире. Вот. Вот сейчас мы можем... Ну, сейчас я вам буду рассказывать. Возможно, и понаблюдаем. То, как часы хаотично себя ведут. То есть, у них, я не знаю, они как-то прошиты, видимо, неправильно. И изначально часики мне понравились. Они приятные на вид, интересные. У них есть кнопка включения-выключения. То есть, эта кнопка рабочая, она работает на включить и выключить. Если мы ее покрутим, никакого мы эффекта не увидим. Вот. Можно управлять через телефон часами или просто вот так управлять через сенсорный экран. Вот у нас есть спортивные режимы. Ходьба, бег, велосипед, скакалка, бакбетон. То есть, кто плавает, эти часы им подойдут. Они выдерживают воду не дольше, чем на полчаса. То есть, плавать вы в них долго не сможете. Если я не ошибаюсь, уровень защиты IP68 вроде. Ну, то есть, уровень недостаточной защиты для того, чтобы в них долго плавать. Вот. Также мы можем снимать, включить съемку. И через телефон. Вот мы включили нашу съемку. Вот видите, они сами выключаются, например, эти часы. То есть, управлять ими некомфортно, невозможно. Я вам еще подсниму, возможно, как они плохо работают. Вот. Мы включили съемку, например. Раз. Вот у нас пошел отсчет. Съемка произошла. Вот. Вот они сразу выключились сами. Но это еще не самые большие проблемы, потому что я же вам говорю. А, даже бывало такой случай, что я еду в машине на автобане. И у меня на телефоне включен навигатор. И я смотрю, что навигатор переключается на съемку видео. Я не понимаю, что это происходит. А потом ко мне уже доходит, что это часы. Произвольно включили себе съемку. И вот сбили мне навигатор на часах. Пульсометр работает, в принципе, адекватно. Вот у нас сейчас пошло измерение. Вот, видите? У нас пошло измерение, они сами себе переключились. Хотя я измерял сердцебиение. Я не знаю. То есть часы работают хаотично. Также я не могу сказать, сколько они времени работают, как они долго держат заряд. Потому что они работают себе как хотят. Когда хотят, включают в себе режимы, которые хотят. И адекватно они не работают. Заряжаются они через вот такой магнитный ремешок. Мы можем подсоединить. Он хорошо коннектится к часам. Держит их не очень плотно, но и не хлипко. То есть такой средний ремешочек. Приконнектить их без проблем. То есть, в принципе, если бы часы не были глючные, они бы меня удовлетворили на 100%. Как я понимаю, простые, обычные, хорошие смартфочки за свою цену. Если вам попадется брак, тогда уже нужно... Вот мне брак попался. У меня бракованная прошивка. И вот, видите, они сами себе вот сейчас мелькнули. Хотя не должно было быть такого. У меня какая-то бракованная прошивка. И я не знаю, что с ними делать. Сбросить обновление я также не мог. Хотя в приложении есть такой режим. Вот, видите, оно себе переключилось. Есть такой режим, что сбросить настройки. То есть, Blitzwolf, блин, все делаете грамотно, все делаете хорошо. Но с часами вот этими прошла какая-то заминочка. Меня лично они не устраивают тем, что они глючат. И я вам к покупке их не рекомендую. Так что как-то так. Но Blitzwolf офигенная компания. Это у меня вообще первый товар. Который от них оказался каким-то бракованным. А так все было офигенно. Но имеем то, что имеем. Говорю как есть.